всем привет меня зовут эрик и сегодня я подготовил для вас рубрику вопрос ответ мы такое снимали два месяца назад в том ролике я вам говорил что я открываю свой состав кс го в этом ролике вам говорю то что я его закрываю очень много чего изменилось эти два месяца мне есть много чего рассказать вы меня спрашивали вы молоды большие молодцы вопросы были поэтому я думаю что можно начинать я вам покажу все самые красивые места в сочи вы можете сюда не ехать все покажу вопрос про команду это самый сложный вопрос потому что я могу погрустить отвечая на это сожалению мы его закрыли почему это сделали сожалению сейчас финансовая ситуация с обе шоком и моя не позволяет заниматься командой то как я хочу ее заниматься она требует больших денег ну и плюс я уже провал состав если что мой состав играл два месяца я его нигде не наносировал потому что был в нем не уверен хотел сегодня нос когда они что-то начинали бы выигрывать но этого не произошло и мы его закрыли но это не означает что я просто ушел от этой идеи я буду делать состав обязательно но не сейчас я верну то что цифры вырастут и будет намного проще и комфортно заниматься составом чтобы не уходила большая часть денег на состав а просто какой-то процент вот тогда это будет комфортно поэтому могу сказать объективно составом кс го я поспешил это будет как для меня уроком как и для всех людей которые будут заниматься этим ребят скажу составу это очень сложно поэтому если вы чего добились делая свой состав красавчики это сложно когда выйдет клач режим который ты давно обещал я это помню я это обещал сделать в июне помните так вот мы начали заниматься уже в мае но из-за того что это реально сложная работа человек который этим занимается и возле реально сложно было найти но в итоге друзья могу вам показать эксклюзивные кадры из этой карты и она будет уже доступна где-то через месяца полтора мы решили объединить все моменты в одну карту где ты будешь повторять моменты про игроков там будет списываться вся информация про то насколько ты правильно делаешь момент и будет определенный какой-то топ это будет очень сложная работа и скорее всего это будет последняя карта потому что усилие равняется результат будет совсем дисбалансным то есть это я уверен что люди поиграют забудут мы это просто делаем потому что я обещал но к сожалению она вообще не ретабельна эта идея какие страны будешь посещать ближайшее время у меня сейчас такая ситуация что я гражданин грузии но я не могу попасть в грузию из-за коронавируса точнее могу попасть в грузию но я не вернусь в россию поэтому любое путешествие в другую страну вызывает запрет в россию поэтому я могу путешествие только по россии но мне этого хватает пока что у меня есть большие планы я хочу в мурманске еще раз потому что я северное сияние хочу все-таки увидеть мы из пети были в мурманске но проспали гребанное северное сияние и я до сих пор жалею когда я сейчас слышусь про северное сияние я триггерюсь потому что я его просто про потерял ну и кстати друзья спасибо большое всем за лайки давайте наберем под этим роликом 20 тысяч лайков я уверен у нас это получится как и всегда получалось поэтому всем большое спасибо а мы продолжаем читать вопросы которые мне оставили в инстаграм спонсор этого ролика и моей поездки в сочи является проект ксфл это сайт где вы можете ставить свои ставки на определенные коэффициенты и забирать скины только скины но вы можете позитить и рублями и биткоинами и скинами как эта система работает выставляется какой-то определенный коэффициент если вы попадаете в него то вы выигрываете если нет то случайно получается краш и сумма теряется но также на сайте появился новый режим игры который называется джекпот где люди закидывают определенные суммы и забирает все один человек то есть игра с людьми такая вот интересная ситуация но и не забывайте что моя ссылочка на ксфл в описании вы можете по ней играть если кто-то будет играть именно по моей ссылке вы будете получать халявные бабки на моих стримах потому что рефералка раздается на моих стримах регулярно . есть на ксфл в описании скин чейнджер кс го вы меня спрашиваете эрик почему такой простой сейчас мы улучшаем скин чейнджер вы сможете ставить гребаным тек на свое оружие вы можете ставить свое качество вы можете ставить присутствовать talked project то есть без разницы мы это все до пили во ему и совсем скоро вы сможете это делать у нас на заберсоке ну и кстати мы сегодня новую систему которая дает возможность не перезарядить кс-го у после игры на наших серверах поэтому можете попробовать этот режим называется дм light и скорее всего мы приведем скоро все ps на сжиг на этот режим только дес-мач потому что люди тренируются между катками надо смотри somli like чтобы не безопасность к из гумы сели такой вот комфорт. Поэтому такие вот новости. А чтобы следить за всеми новостями Сабишока, потому что новостей очень много. Ссылочка на Сабишок в паблик ВКонтакте, я оставлю в описании. Это очень важно, кто следит. Это... 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 Обязательно. Как будет? Это... А, must have. Это must have. О-о-о-о! Что ты думаешь о бане геталайта? Слушайте, если честно, если он бы не сдавался, то я уверен был, разбан будет. А так, сейчас он сдался, шумихи уже нет, поэтому, к сожалению, уже не будет ничего. А так, если он бы продвигал дальше эту шумиху, то все бы получилось. Вальфу ложные банны точно убирают. Собираешься ли делать тюнинг своей M5 F90? Да, я буду делать тюнинг. Сейчас я сделаю выхлоп за огромные деньги. Просто, ну, больше, чем полмиллиона. Давайте так и скажу. Определенную сумму я вам скажу чуть позже. Но, если вы хотите услышать, как эта машина звучит, с звуком больше, чем полмиллиона рублей, можете послушать в моем инстаграме. Я пока не делаю ролики. Хочу сделать большой ролик про M5. Ну, а пока мы не только ее делаем, я сейчас хочу придумать какой-то ей дизайн. Ссылочка на инстаграме есть в описании. Ну, а я сейчас буду смотреть на виды, а то я сижу и снимаю ролики. Вопрос, окупился ли Cybershock? На самом-то деле, могу сказать вам объективно то, что сейчас хорошая ситуация для Cybershock финансовая, потому что мы запустили подписку Light, она за 149 рублей дает почти те же преимущества, которые дает приемка за 350 рублей. То есть, вы можете использовать скинченджер наш, уникальный, красивенький, приятный, за 149 рублей в месяц. Из-за этой фичи мы выросли в выручке, но насчет прибыли и всех остальных деталей я расскажу в другом ролике, потому что еще очень радостно. Рано прошел ровно год проекту, поэтому, ну, ребят, кальяна не окупается за год. Вся эта информация будет потом, я знаю, что это интересно людям, деньги это вообще всегда интересно. Давайте соберем эти цифры, чтобы потом все рассказать красиво. Кстати, друзья, у меня есть очень интересная информация. Мы сейчас сотрудничаем с большой сетью киберклубов CyberX, и если вы зайдете в любой клуб России, то вы увидите рекламу Cybershock на каждой администрации, ну, а также на компьютерах. Поэтому мы сейчас выходим немножечко в офлайн. Если ты владелец клуба какого-то большого, либо сети, можешь написать, мы сможем посотрудничать, можем вам выдавать премки во время проведения каких-то турниров за первые места. Так что играйте в клубах, побеждайте в турнирах и побеждайте премки от Cybershock. Такие дела. Что у нас происходит сейчас на просторах интернета? На самом-то деле, хороший вопрос насчет того, Вальф в курсе про Cybershock или нет. Я очень хотел бы увидеть от них обратные связи какой-либо, но мы ничего не получаем. Мы уверены, что они в курсе про нас. Если им что-то бы не нравилось, мы были бы уже давно в бане. Но мы, по сути, улучшаем CSGO. У нас реально по 100 тысяч человек в день играет. Это большущие цифры. Но хоть как-то, хоть примерно понимать вообще, что Вальф думает о нас, это, конечно, было бы очень приятно. Но пока никакой нет реакции. Будем ждать. Добьемся таких результатов, чтобы о нас заговорили бы разработчики этой игры. Конечно, грустно, что ты делаешь такой проект, нанимаешь только людей работать, живешь с ним проектом. Но ты понимаешь то, что, может, завтра Вальф скажет, ребят, закрывайте сервера, играйте в нас в матчмейкинг только. То есть, такое возможно. Они сейчас свои ретеки хотят запустить Вальф. Они, скорее всего, увидели, что это в тренде, всякие ретеки, и делают свое. Я не знаю, я очень боюсь, чтобы они бы не придумали какое-то говнище, которое бьет нас. Они это могут сделать за одну кнопку просто. Как собираетесь развивать Собиршок? Какие будут новые режимы? Мы каждый день придумываем что-то новое. И поверь, если я бы продавал бы акции Собиршока, я бы всем советовал их покупать. Потому что то, что мы делаем, это просто вау. Мы очень быстро растем, поэтому покупайте акции, которых нет. Очень интересует, когда уже появятся серверы на Дальнем Востоке. Друзья, мы запускали на Дальнем Востоке серверы Хабаровские, но что-то пошло не так, было не очень. Но мы запустили очень много серверов сейчас и допокупаем в Новосибирске. У вас сейчас количество серверов в Новосибирске у нас, ну а также мы очень хорошо докупаем еще и Казахстан. Казахстан просто вау, он так нас любит. Все игроки Казахстана у нас почти что играют. В общем, сейчас у нас 4 локации, будем развиваться и будем делать реально большую платформу. Все планы, которые у нас происходят, я не буду озвучивать, потому что по опыту такое делать нельзя. Ты сотрудничаешь с BMW? Нет, к сожалению, нет. Но если заниматься автомобильным контентом, то будет, наверное, возможность у тебя какая-то. Ну а так, я сейчас сотрудничаю с CS FL. Какие игры я играю, кроме CS GO? На самом деле, я пробовал много игр. Aloran, PUBG, Rainbow Six и подобные. Но я понимаю одно, что CS GO уникально. И такого рынка, такого количества людей, такой кайф от игры я нигде не буду получать и не получаю. Поэтому я остаюсь в этой игре. Но если вы уходите из CS GO, ребят, вы уходите от Сабишока, не забывайте это. Не надо так делать, пожалуйста. Я буду обижаться и плакать в подушку. Будет ли прокачка ПК? Да, она будет. Сейчас небольшая пауза, но я ее буду снимать. Прошлый ролик просто собрал очень мало просмотров. Вот реально, я не знаю, каким это боком получилось. Но если вы не смотрели прошлую прокачку, где у нас был Stazie, это почти про игрок. Он сейчас в Ford Academy попал. Вы можете посмотреть, я оставлю подсказку наверху. Такие вот дела. Ребят, жрите новые ролики, жрите новые рубрики. Я обещаю, будет очень много интересного. Ну а сейчас мы в Сочи и уже через 2 часа у нас самолет в Питер обратно. Ждите стримы. Я стримлю каждый день на Твиче. Почти, не всегда. Вот с 20.00 до 23.00. Такие вот дела. Всем спасибо. С тобой был Яшок. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok